доброе доброе утро всем привет так здесь поставить хоть есть не собиралась приезжать к своей сестре но все равно заехала что мы так давно не видела а я нет я не соскучилась ли ты знаешь вот нам поступают вам тоже кстати это хочу рассказать а вдруг кто-то нам поможет или точнее сказать другим поможем все вместе нам поступают из различных точек в украине там например просьба да там можете достать то можете достать это мы сейчас там список медикаментов тоже получилось у нас достать мы взяли это на приватные рецепты и кстати кто меня смотрит кто живет в германии кто может содействовать нужны медикаменты которые по рецепту щитовидка сердце давление и затем нам еще нужен насадки на скальпель не скальпель а насадки на скальпель 2325 я знаю что меня смотрят также медики которые в германии живут подскажите пожалуйста как это называется на немецком потому что я попыталась это перевести в общем на английский на латынь и все что я могу найти в интернет аптеках это только вот это вот металлическая страшная штука которая прокалывают палец а нам нужно именно как называется скарификатор фуален могут берой кошмар а я я не могу найти как называется скальпель я сегодня пишите пожалуйста в комментариях я сегодня пойду в аптеку попытаюсь на пальцах объяснить но нам нужно именно насадки а здесь в основном пользуются одноразовыми и так понимаю что наверное скальпели наверное ну а взяться это понятно что это насадка скальпель как называется но я искала уже скальпель ничего не нашла нет не нашла на латинском вожу тоже не нашла ну точнее нашла на не то это для забора крови вот это вот штука которая прокалывает да что у тебя нового какие-то новости по документов что-то новое знаешь какие-то еще сюрпризы есть пока ничего нет я сейчас поеду в гостер потом у нас сегодня балет потом у нас сегодня нам заменят наконец-то колеса какой день уже вторник да класс так еще мы ищем на это большее я бы сказала обращение кто живет в зальцгиттере кто владеет немецким языком 16 числа у девчонок термина на прописку прошу прощения и нужна помощь в ротхаузе чтобы им перевели а где кофе сколько подожди мне на 10 на работу ехать отсюда практически 40 минут уже практически 10 то есть я уже знаю что минут на 40 опоздаю а сколько еще ждать ты сказала приезжай урмст это ваше величество чем вы здесь занимались без меня сколько мы не виделись долго подожди воскресенье не видел подожди воскресенье был мута так мы только вчера не видели что разве это долго это не долго это нормально я вчера кстати в гостаре еще делала видео для вас надо же это не успела отправить настолько такой график интересный насыщенный вам всем спасибо за активность за комментарии возможно возможно получится на следующей неделе сделать прямой эфир буду рада если получится кто так тоже меня метку вопрос был интересный еду на своей машине в гамбург там друзья я в комментарии вам ответила но я вам скажу так если вы едете к друзьям убедитесь что город в который вы едете не прекратил набор людей потому что насколько мне известно у нас сейчас принимает только ганновер ганновер латсон кстати принимает вот что я хотела сказать потому что позавчера поздно вечером не звонила девчонка там получилось накладка знакомые обещали но но в итоге она осталась вот просто небо как у нас говорят и вчера я звонила на горячую линию она уехала в ганновер у нее я думаю уже все хорошо она еще наберет меня но если кто-то еще не решается ехать не ехать едьте ганновер латсон принимает и также недавно приехали еще девочки где-то в тюрингене тоже там есть у меня адрес есть если кому нужно говорите в лагерь приходите там сразу же снимают отпечатки пальцев все это делают потом у меня конечно убедительная просьба для тех украинцев которые уже приехали сюда и я все равно считаю что все чья нога ступила на землю евросоюза им уже повезло они уже целованные богом пожалуйста не забывайте о тех кто остался там потому что мы например не забываем и продолжаем собирать медикаменты мы продолжаем собирать все кровоостанавливающие и еще кстати еще знаете что нам нужно как-то не подумали ли ты знаешь что нужно вот ребята сейчас все там на солнце в траве военные нужно против цикана и мюкан спреи крема средства как это да а еще нужны спреи вот эти от клещей комаров всякой гадости потому что когда там ребята в траве лежат где-то в окопах там или еще где-то чтобы клещи вся эта гадость к ним не цеплялась это у нас продается в любом германии в любой вообще вообще везде поэтому вот это вот тоже нужно это тоже пожалуйста собираем сегодня созванивалась с эвелиной эвелина говорит как-то мы говорит об этом и не подумали но ничего как раз сейчас начался этот сезон все зеленое постараемся что-то соберем затем коробок большой который нам принес немец один с пластырями это пойдет в донецкую область димитров как сейчас называется димитров мир наград мир наград мир наград это в нож наверно так называются да я просто новых названий не знаю да какой короны до войны господи короны поколение короны вот он сидит у меня за камерой значит мир мир награда да пойдет туда потом ребятам нам нужно будет передать еще другие но я не знаю куда это пойдет мне просто ко мне обращаются мы собираем через других волонтеров тоже нужно будет этот всяких там клещей ползучих и так далее тоже можно будет вывеску в магазине повесить на следующей неделе буду уже упаковывать картон и все что детское буду упаковывать ты знаешь вот эти вот баночки со стеклом детские да не такие они тяжелые да то есть нужно будет осторожно упаковывать затем еще девчонки из вольсбурга дали шоколад а уже как уже тем уже тепло но мы его как-то я думаю знаешь что мы сделаем наверно шоколад упакуем возьмем такие специальные сумочки которые с отражателями внутри чтобы не таял но хладики пока мы привезем это в перемышль пока это из перемышля заберут пока это куда-то отправят смысла в этом нет нет в этом смысла если они нужны но в любом случае даже если например шоколад вот смотрите даже если шоколад там поломается или еще что-то с него же можно какао делать просто в горячее молоко бросать и самый вкусный какао мы как делаем на новый год когда дети этих дедов морозов просто распаковывают а потом начинается едим-не-едим я потом просто собираю это в одну такую шаля и делаю из этого какао в общем я всегда радуюсь тому когда мы шаг за шагом продвигаемся какой-то цели вчера созванивалась с валентина и бюса валентина огромнейшее спасибо она собрала батарейки и этим фонарики тоже мне мне это скоро передадут в общем сейчас когда тут у тети лили закончим чай и кофе это ищем как называются насадки на скальпель и потому что скоро будет эти машина в украину и мы первым делом передадим медицину насадки на скальпель и необходимы медикаменты а то что в отдельно я собираю в магазине это моя отвезем с иным хором в этот как это господи в перемыши вот как-то так скажи пожалуйста ты меня не дождалась ты покрасила эту штуку да просто твоя малышка покрасила нам дверь частично и мы уже подумали надо уже закрасить до конца ну просто она видела ларен видела как красит забор и я при господи ну дай ребенку тоже красит я говорила рынки вот там начинай красить и лиля потом пришла и удивилась говорит она покрасила без потеков дверь будет держаться долго это хорошая краска твоя это бы не мою разбавили с чем-то свет нет 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 нам осталось нам от знакомых краска мы просто посмотрим как это будет держаться мы сравним потому что вот это покрашена краска из моего магазина там она купила какую-то какую-то ерунду от знакомых лет и ерунду какую-то купила в это краска максимум 3 евро стоила а моя 53 краска и разница там это вода водянистая мне пришлось там три слоя делать а здесь одного слоя все закрасила причем это дерево очень старое забор и очень гнилое кстати в германии когда вы живете где-то не весь забор вам принадлежит если у вас такие дома если у вас вот такие дома как райнхаус что ты входишь то ваш забор только с правой стороны если вы что-то хотите сделать забором с левой стороны вы это делаете только по разрешению соседей если например как когда-то я жила в доме у меня вместо забора была бетонная стена гаража с соседей можно покрасить максимум в белый цвет а если вы хотите там например натуральный камень какое-то там зеркало какие-то в общем то об этом нужно договариваться с соседями только соседи должны это разрешить я немножко тогда сделала по-другому я сначала сделала потом пошла к соседям и соседи посмотрели говорят ой как красиво молодец ну наверное потому что мне с соседями везет что-то еще хотела рассказать не забывайте что нужно детей всех оформить в школу не забывайте вчера я созванивалась горячей линией что школа за вами ходить не будет есть закон и это обязанность все абсолютно дети находящиеся в германии обязаны ходить в школу они школа за вами это могут быть последствия я вам говорю серьезно затем что что-то еще хотела сказать но все ждем 20 мая потому что там должны принять новые законы тогда мы уже будем больше больше знать как это дальше будет хорошие мои я сейчас все таки наверное уже не дождусь своего кофе и пойду поеду уже на работу на своей метле поэтому всех целую обнимаю мы с вами увидимся в госфоре пока все таки дождалась свой кофе и все таки ввожу это значит я сейчас по поводу скальпелей все-таки это называется скальпель в гугле я нашла а вот в аптеке которые у меня приложения где я медикаменты покупаю там я вообще этого не нашла я уже сомневалась в том а скальпель ли это называется нет называется скальпель я в гугле нашла упакованы они по сто штук но я еще спрошу уточню потому что цена очень разная у них понимаешь нам нужно может быть нам лучше знать какая фирма должна быть этих скальпелей материал какой там какой-то карбон я нашла или к в общем что-то в этом роде то есть размер 23 размер 25 насадки насадка кстати называется не а в как ты это сказала не помню просто вводишь скальпель когда ты вводишь в гугл и скальпель а взад 100 гугл уже понимает что ты в этом не не понимаешь ничего и уже тебя ищет и исправляет что-то назваться по-другому на не помню как это называется в общем в гугле в гугле есть до 23 размера и 25 размера насадки на скальпель стерильные цена просто мне немножко смущает знаешь 100 штук 14 евро есть 100 штук за 30 евро нам нужно хорошее даже если мы их много не достанем все равно пусть они будут хорошие качественные желательно немецкого который разбирается конкретно тех которые продаются здесь мне кажется это нужно просто пойти в аптеку на месте в аптеке потому что домашние врачи не уже скальпелями не пользуются эти времена прошли я уже просто узнавала поэтому ура нашли в приложении аптеки приложение не знают что такое скальпель а гугл а гугл все-таки показывает да скальпель есть даже на амазоне но все равно меня просьба к тем медикам которые живут в германии посоветуйте пожалуйста какая фирма лучше потому что знаешь какой смысл какую-то ерунду убрать правда все-таки это серьезное дело это пусть это будет немножко но это будет что-то качественное например бинты кровоостанавливающие там я всегда говорю вообще без разницы то есть кто-то несет ко мне люди несут с просроченных аптечек машинных там бинты они все в порядке и меня я делю с аптечек к то у которых прошел срок годности бинты в один картон стерильные бинты в другой картон а лезвие на скальпель это все-таки дело важное скорее всего там должен быть какой-то я могу себе представить что там какая-то должна быть плотность металла какие-то вот такие вот вещи поэтому я еще сегодня буду консультироваться ну пожалуйста дорогие врачи королевы мои мечовые в картах таро да знаешь в основном да это стихи и вот такие вот ну ладно счастливы они начнут опять за карты за магию рассказывать всякие вещи точнее что она не верит поэтому королева королевы мои мечевые кто работает врачами говорите признавайтесь также кто не имеет никакого отношения к эзотерике просто изначально на канале у нас тема шла мы показывали вам все что касается ведьминской атрибутики так магазин находится в городе ведьм но тем не менее если вдруг меня смотрят смотрят врачи но они не имеют никакого отношения к ведьм очкам все равно пишите я прислушаюсь к вашему совету перед тем как это заказывать потому что в пятницу идет в пятницу идет машина в украину и мы это передадим а теперь уже всем пока